Халк, Халк, дай исписать по-братски. Отстань, пузырь, не дай мне тебе ничего. Учись сам думать, своими мозгами. Если они у тебя, конечно, есть. Ну, Халк, не думал, что ты такой жлоб. Попросишь у меня еще что-нибудь. Нельзя жадничать, контрольно надо делиться. Энш, ты что, уже все решила? Я и не собиралась ничего решать. Мне оценку ставят за красивые глазки. Тогда я тоже ничего не буду решать. У меня тоже красивые глаза и брови. Фоночка, посмотри, я правильно написала? Нет, Мия, здесь должно быть 4, а не 12. Блин, ну почему я такой тормоз? Теперь все придется переделывать. Крис, Крис, передай Бонни. Бонни, держи, это Лола передала. Ага, а там все правильно? Лола, а там все правильно? Конечно, я правильные ответы перед уроком у Макса стыщилась со стола. А Лола натыкнулся. Бонни, все, не переживай. Спасибо, подружки. Так, ребята, время вышло. Сдавайте свои тетрадки. У вас было достаточно времени, чтобы написать контрольную. Учитель Макс, я нифига не успел написать. Потому что, во-первых, мало времени, а во-вторых, меня Халк все время отвлекал и просил списать. Бабл, ты офигел? Я с тобой на перемене разберусь. Я тебя не боюсь. Я буду с тобой драться. Что ты сказал? Да не, ничего, я пошутил. Учитель Макс, вы в отличной форме. Вы что, начали качаться? Ну да, немножко. Я тоже хочу качаться. Может, будем ходить в спортзал вместе? Гуфи, не заговаривай мне зубы. Никуда я с тобой не пойду. Контрольную сдавай. Ну ладно, на этот раз не прокатим. Так, делай тетрадку, давай. Учитель Макс, пожалуйста, не ставьте мне плохой балл. Меня родители накажут. Тебе давно уже пора наказать. Так, Бэнс, Дэнс, ноги со стола уберите. Окей. По контролю написали. Мия, тетрадку давай. Нет, там, учитель Макс. Мия, тетрадку отдай. Я не могу, учитель Макс. Мия, не заставляй меня ругаться. Отдай тетрадку. Бим, бим, бим. Мне конец. Энж, тетрадку давай. Энж, что с тобой? Энж, ты меня пугаешь. Лаура, видела, как Макс смотрел на меня. Это всегда работает. Я его загипнотизировала. Прикольно, Энж. Так, сейчас я буду проверять ваши контрольные. И на этот раз я никого жалеть не буду. Макс, Макс, ты представляешь? Только что звонил директор кампуса и сказал, что двое поедут в Майами. Что? Катя, в Майами? Ты серьезно? Ага. Стой. А кто поедет? А поедет тот, кто сможет доказать всему кампусу, что именно он достоин поехать в Майами. В Майами? Я должен поехать в Майами. Я столько лет работал без опуска. Я этого заслужил. Учитель Макс, вообще-то это не честно. В Майами должны поехать я и Лаура, потому что мы скоро поженимся. И у нас будет медовый месяц. На халяву. Халк, если мы выиграем эту путевку, то я обещаю, что я выйду за тебя замуж. Лаура, не соглашайся. Не надо лететь ни в какие Майами. Давай лучше погадаемся на новом Пенне. Да ну тебя с твоим Пенне. Я полечу в Майами с Халком. Смотрите, я даже нас нарисовал в будущем. Это я. Это Лаура. А это наш малыш Мини Халк. На папу, кстати, похож. О, малыш Халк, это так мило. В Майами поеду я, потому что там Камиль и Аминина. А Камиль мой Краш, если что. А я ему Крашиха. Краш и Крашиха. Уловили связь? Вы что все прикалываетесь? О чем вы, пипл? Я родился в Майами. Я и должен жить в Майами. Короче, все решено. Я лечу. А второго, вон, возьму с собой коночку. Ола, Тилан, ты такой тревел бой. Буду путешествовать с тобой. Что? Они все собрались в Майами? Так, я пошел быстро собирать вещи. Так, хорошо спорить. Кто сможет меня убедить, тот и поедет. Пошли к этим. Чурик. Что вы сейчас говорите? Я наеду. Лаура. Я полечу в Майами, потому что там Камиль и Амина. Ага. А я полечу с тобой, потому что я твоя ЛПшка. ЛПшки. У меня так много купальников. А нужно выбрать только один. Не волнуйся, Аньч. Я тебе помогу. Девочки, должны полететь именно вы. Да, да, мы. Я, конечно, боюсь летать, но в Майами полететь могу. Деспаси. Баба, что ты хотела там высечь после окон, а? А, ты че? Вау, Майами, солнце, пляж, девчонки. Блин, Майами это круто. Всегда мечтала туда слетать. Пацаны, вот мне интересно, в кампусе теплее, чем в Майами, или в Майами теплее, чем в кампусе? А кататься-то на бою там можно или нет? Не знаю, но танцевать в Майами точно круто. Так, шорты, футболка, тапки, очки и еще свисток. Чак, че ты делаешь? Как что, Мэнди? Я собираюсь в отпуск в Майами. А с чего ты взял, что ты поедешь в Майами? Мэнди, я должен поехать в Майами, потому что без меня там никак. Так, вот смотри, если вдруг кто-то на Майами бич будет тонуть, то кто их будет спасать? Конечно же, Чак. О, я взял с собой спасательный круг и свисток. Не хочу себя огорчать, Чак, но ты никуда не поедешь. Ну почему, Мэнди? Потому что ты останешься в кампусе и будешь охранять тетрадки. Я не буду охранять тетрадки, Мэнди. Я полечу в Майами и буду спасать туристов. Чак, знаешь, я скоро улетаю в отпуск. И ты остаешься здесь за старшего, чтобы в кампусе был полный порядок. Приеду, узнаю, что хоть где-то ты накосячил. Уволю. Макс, а ты куда собрался? Я в Майами со своей тигрицей. О, вот и она. Ну что, Макс, как тебе мой купальник? Стремный купальник. О, нормально, нормально, тренер Кэти. Чак, быстро закрой глаза. Кэти, блин, что это? Макс, ты что, забыл? Мы же летим в Майами. Это мой купальник в Майами-Бич. Кэти, ты с ума сошла? Сейчас на тебя весь кампус будет пялиться. Не смотри. Да? А ничего, что на меня будет еще пялиться весь Майами-Бич? Все, Кэти, я решил. Мы никуда не летим. Я сказал, не смотри, Чак. Знаешь что, Макс? Ты старый, ревнивый пердун. Что? Я пердун? Я пердун? Ну и пусть. Зато на тебя смотреть никто не будет. Все, пошли отсюда. Чак, не подглядывай. Уволю. Ну что, Клунка, ты сделала домашку? Да, конечно. Я тоже. Плаура, как ты думаешь, какой купальник лучше взять с собой в Майами? Этот или этот? Хм, возьми оба. Я всегда, когда куда-то лечу, беру несколько купальников. Но самый любимый это вот этот. Так, еще обязательно нужно взять крем от закара. А то моя кожа нежная и чувствительная. Я после солнца всегда покрываюсь веснушками. А я наоборот возьму крем для загара. Я хочу быть как шоколадка. Прикольные они купальники. Им повезло, они в Майами поедут. Мия, еще никому не повезло. Для того, чтобы поехать в Майами, надо еще постараться убедить Макса. Я сомневаюсь, что эти две намазюканные куклы смогут его убедить, потому что у них нет мозгов. Точно, Понка, мы же с тобой ботанички. Мы точно сможем убедить учителя Макса. Угу. А у тебя купальник есть? У-у-у, я не взяла с собой. Да не сейчас. Вообще у тебя есть купальник? А, у меня дома есть два купальника. Правда, я ни разу не была на море. Прикинь мне, я тоже никогда не была на море. Значит, точно поедем мы. Мы это заслужили. Энж, а как тебе вот этот купальник? Девчонки, можете не наряжаться. Вы не поедете в Майами. Мы с Понкой уже забили места. Губу закатайте, ботанички. Таких, как вы, в Майами не ждут. Вам там делать нечего. В Майами библиотек нет. Ха-ха-ха, нам библиотека не нужна. Мы возьмем книжки с собой. И будем читать их на пляже. Угу. Пошли мне собираться. Купальники, крема и все такое. Пойдем, Бонка. Читать книжки на пляже? Что? Смотри. Девочки, нам нужно видеть Макса в том, что именно мы должны поехать в Майами. Да, потому что мы спортсменки. И кроме нас никто не умеет кататься в кампусе на лыжах. На лыжах? Там вроде жарко. Никто не катается на лыжах. Все купаются в море. Лола, ты что? Реально глупая. Географию надо было учить. Они в нас уковырятся. Крис права. В Майами реально очень холодно. Там снег. Ну ладно. Значит, будем кататься на лыжах. Возьму с собой много теплой одежды, чтобы не замерзнуть. Вот так-то. Боня, а как мы поедем втроем, если путевки всего две? О, реально, а как? Значит, я точно поеду. Одной из вас нет. Я точно поеду. Крис, губу закатай. Поеду я с Боней. Видала? Поеду я. Ха, куда ты поедешь? Даже на лыж стоять не можешь. Все решено. Поеду я и Боня. Короче, мне надоел ваш спорт. Со мной поедет та, кто выиграет в теннис. Прикольно плаваешь, баба. А я не умею. Поэтому и не поеду. Боюсь утону. Ха, лузер. А я с детства умею плавать. Меня папа учил. Кидал с лодки прямо в самую глубину океана. И уплывал. Приходилось целый океан переплывать. Без лаз и на рукавниках. Вау. Балабо. Сам балабо. О, Дилан, ты такой плавец. Я хочу, чтобы ты меня спас, когда я буду тонуть в Майами-бич. No problem, Поночка. Нормально потренировался. Теперь я готов к поездке. Точно не урону. Баба, услышал? Какашка в воде не тонет. Че обзываешься? Сам ты какашка. Дилан, а ты же родился в Майами. Расскажи, как там? В Майами это круто. Море, солнце, девчонки в купальниках, мороженое на пляже. Рай, 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 рай Ну чё, лузеры, кто хочет намазать нас кремом от загара? А меня для загара. Я! Бабки! Слушай, Дэнс, а по песку на АБ не можно кататься? Чё? Зачем тебе это, Бэнс? Ну как, зачем? Я хочу в Майами на пляже кататься, чтобы все девчонки в купальниках смотрели на меня и слюнки пускали. Нет, колеса по песку не поедут, балбес, ты споткнёшься, упадёшь, и все девчонки в купальниках начнут смеяться над тобой. А если колеса побольше поставить? Я был в Майами, кстати, там реально очень красивые девчонки, и все почти что голые. Голые? Вау! Ладно, пацанчики, я вру, я это по телеку видел. Я мечтаю поехать в Майами. Балабол! Балабол, лучше втирай, моя кожа очень чувствительная. Ага. Дилан, добавь ещё крема. Ага. Классно. Балабол, дай помазать, я теперь моя очередь. Отвали, Гуфи, не дорос ещё. Ну да, тебе что, жалко что ли? Отвали, сказал, не мешай. Лаура, а тебя нужно спереди помазать. Спереди я и сама себя намажу. Ну ладно. А теперь с другой стороны. Ага. Круто, скоро полечу в Майами, а там Камиль и Амина. Я с ними увижусь, обнимусь крепко-крепко, я по ним так соскучилась. А я сразу побегу на пляж, плевнусь в море и буду купаться там целый день. Халк, а если ты выиграешь путёвку, что первым делом сделаешь? А моя мечта построить самый большой замок из песка на пляже. Чтобы все увидели и сказали, этот парень полностью нос-башки. А потом мы поженимся с Лаурой и уедем на яхте на непитаемый остров. Ребята, ребята, скорее наверх, вы должны это увидеть. Что там, бабу? Пошли, пошли, там такая ржака. Пошли, пошли, там такая ржака. Чабаршотти, глупые, вы же замёрзнете в купальниках в Майами. Географию нужно было учить. А не в носу ковыряться. А я не знала, что у нас в кампусе все такие глупые. Они даже не знают, что сейчас в Майами очень холодно. Там снег. Ребята, я так волнуюсь. Сегодня учитель Макс объявит именно тех, кто полетит в Майами. Надеюсь, это буду я. Надеюсь, это буду я. А вот я вообще не волнуюсь. Я вообще решила, если Макс отправит меня в Майами, то я не полечу. Что? Ты серьёзно? Шутка, конечно полечу. Майами – это моя мечта. Тем более, это маминка, моя ЛПшка. Ха, шутка, ха. Вообще-то и моя ЛПшка тоже. Мы будем с утра до вечера кушать мороженку и купаться в бассейне. Лаура, прикинь, я так нервничаю, что сгрызла себе ноготь. Придётся делать новый маникюр. Эндж, представляешь, а мне сегодня приснился такой классный сон. Какой сон? Мы с Халком вдвоём на необитаемом острове загораем на пляже. И он мне приносит кокосики с молоком. Дурацкий сон. Мне вообще приснилось, что путёвку в Майами выиграли. Ты не сиськи. Эндж, прикинь, а если путёвку и вправду выиграет, ты не сиськи. Вот они обрадуются твоему облому. Вообще-то и твоему тоже. А, ой, точно, и моему облому. Бунка, а что ты делаешь? Я мажусь кремом от загара. Майами очень сильное солнце. А я не хочу получить солнечные ожоги. А-а-а, тогда дай мне тоже немного крема. Я не хочу получить солнечный ожог. Маш, много, чтобы солнце не смогло обжечь тебя. Ага. О, Дилан, а ты не хочешь наматиться кремом? Или ты не боишься солнечного ожога? Дилану бояться солнца незачем. Он и так загорелый. Да, я могу под солнцем голым 24 часа находиться. И мне ни капельки не будет горячо. О, Дилан, ты такой загорелый. Ага. Я знаю, мне повезло. Если теннисистки выиграют эту путевку, то я истарапаю им лицо вот этим ногтем. И тогда они точно не смогут полететь ни в какое Майами. Ого. А ты опасная подружка. Я знаю. Меня лучше не злить. Ого, Гоффи, перестань. Сейчас бабла задушишь. Чуть не сдохнулся. Бракованную Машку продали. Нужно будет в магазине поменять. Интересно, а кто поедет в Майами? Да блин. Что за звук такой бесячий? Слышь, Дилан, ты достал стучать своими пальцами по столу. Если ты сейчас же не прекратишь стучать, то я, то я, то я сделаю тебе кия. Ого, понял, понял. Кто последний, то доплатит за коктейль. Чай, ты платишь. Эй, девчонки, мы так не договаривались. Блин, опять я за всех плачу. Так, лузеры, сегодня в платье вы. Лола, выходи уже. Сколько можно сидеть на унитазе и рыдать? Да, реально, сколько можно тебя уже ждать? Я никуда не пойду. Мы позволили за весь кампус. И во всём виноваты мы. Ой, ладно, подумаешь. Сказали, что в Майли холодно и там можно кататься на лыжах. Мы ошиблись. У всех бывает. Да? Ошиблись? Телевец кампус считает нас локушками, которые географии не учили. Не знаю, как ты, а я не считаю себя локушкой. Боня, и я не локушка, если что. Так что, Лола, выходи. Не хватало нам ещё того, чтобы ты утонул своих слезах в этой кабинке. Не хочу, мне стыдно. Я не хочу, чтобы все думали, что я локушка. Лола, давай, выходи уже. Мия, ты чувствуешь, какашками запахло? Понка, я не чувствую. А ты принюхайся получше. Понка, прикинь, у меня, видимо, нос заложило. Я не чувствую. Теннисистки, вы когда-нибудь прекратите зависать в туалетах кампуса? Где хотим, там и зависаем. Чё вы уставились? Вы на нас пялиться пришли или в туалет сходить? Лучше на унитаз пялиться, чем на вас. Блин, ещё одна. Дай пройти. Дай пройти, сказала. Они как тараканы по всему кампусу ползают. Я в эту кабинку после теннисистки не пойду. Мия, а ты иди в ту кабинку. Хорошо, Полночка. Смотрите, не обстегайтесь мимо. Так где эти подростки-то? Опять опаздывают, что ли? Привет, учитель Макс. Привет, привет, девочки. Садитесь на места. Ну чё, Макс, пойдём качаться в зал вместе. Куфи, во-первых, я учитель Макс, а во-вторых, я с тобой никуда не пойду. Сядь на место. Привет, учитель Макс. Привет, привет. Лаура, улыбайся учителю Максу. Он это любит. Ага. Учитель Макс, привет. Привет, девочки. Привет, учитель Макс. Привет, привет. Бензи, ты заметил у Макса хорошее настроение сегодня? Ага, весёлый такой. В общем, я долго думал. Целую ночь думал. Даже не спал. Я тоже думала о Майами и не спала всю ночь. Если чё. Энж, а тебе не говорили, что перебивать учителя нехорошо? Выскочка. Короче, в Майами поедет, поедет в Майами, поедет, 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 а никто не поедет. Тихо, тихо, я пошутил. В Майами поедет тот, кто сможет меня удивить своими способностями. Мы можем удивить, учитель Макс. Давайте, девчонки, удивите. Девочки. Девочки. Сейчас покажем пирамидку и удивим его. Боня, ты уверена в этом? Конечно, уверена. У нас всё получится. Ну что, девочки, готовы? Раз, два. Та-дам! Девочки, вы меня своей пирамидкой не удивили. Хватит её постоянно показывать. Надоели уже. Ставим мою пузу! Я могу вас удивить. Спорим, вы никогда не видели, как играют в бейсбол и танцуют одновременно? Так, давай быстрее. Только смотри аккуратно, не разби тут ничего. Ага, я сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok О, мой гад! Да, ты дурак? Нет. Тогда сядь на место. Биту после урока заберёшь. И да, кстати, ты никуда не идишь. Заткнись, достал уже ныть. Можно я? Можно я? Я покажу фокус. Давай, Баббл, показывай свой фокус. Смотрите, много маршмеллоу. Сейчас я запихну всё в рот и не подавлюсь. П евро. Баббл, 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 баббл. Баббл, баббл. Баббл? упал. Да пофиг вообще. Если кто не в курсе, у меня самый длинный язык во всем мире. И я могу им дотянуться до своего прекрасного носа. Смотрите. Слышь, вы пендрёжник, сядь на место и засуни свой язык знаешь куда? И куда? Обратно в рот. Это никому не интерес. Да-да, Бен справа. Это я уже видел. Длинный язык, это неинтересно. Хотите удивление? Вы правда хотите удивление? Хорошо, будет вам удивление. А я могу вот так. Мила, это, конечно, смешно, но не совсем то, что надо. Сядь на место. Ну что, кто ещё сможет меня удивить? В Майами поедем мы. А это почему это? Потому что у нас есть эксклюзивные татушки Майами-бич. Вау. Вау, какие классные татушки. Мы обязательно набьём себе такие же. Ага. Фу, стрёмные татушки. Нет, не удивили. Вы не летите. Ну и не надо. Нам и здесь неплохо. Мы знаем, как удивить учителя Макса. И что это такое? Учитель Макс, мы встали на этот маленький пенни вдвоём. Это же удивительно. Вы прикалываетесь. Вы у других отнимаете время своей ерундой. вы никуда не едете. Вы издеваетесь? Я уже целый час наблюдаю за этим цирком. И никто из вас ничего нормального не показал. Сейчас я вам покажу, как нужно удивлять. Смотрите, учитель Макс. И что это? Мостик? Вставай, это неинтересно. Ты не летишь в Майами. Блин, кажется, я сломалась. Помогите встать. Шлем! Блин, Стэнс, что вы вставились? Унесите её отсюда. Ага. Аккуратно, не ударь себя в головой, а в дверь. Привет, мой чигрёнок. Я слышала, что ты отправляешь в Майами тех, кто тебя удивит. Ну да, моя чигринца. А ты что, хочешь меня удивить? Ага. Смотри, что я умею. Так никто не умеет делать. Видели, видели, как моя чигринца умеет? Всё решено. В Майами летит Кэти и Макс. А Макс это я. Счастливо оставаться. Пожелайте нам хорошего полёта. Какие-то крапки. Это не честно. Я буду шаловаться директору. Ай, шея. Еле успели. Надеюсь, мы ничего не пропустили. Эй, лузеры. Чё? А не чё? Итак, кампус, слушайте внимательно. У Энж есть хорошая новость для вас. Говори, Энж. В общем, мои родители улетели отдыхать, и я решила сделать вечеринку у себя дома и позвать весь кампус. Вау, вечеринка. Вечеринка, это круто. Что это отзывать? Это шанс замутить с Лаурой. На вечеринке. Очень классно. Энж хотят сказать всех, кроме некоторых, персон. О, круто, обожаю вечеринки. Гуфи, на вечеринках всегда бывает очень много красивых девчонок, которые приходят туда без своих парней. О, прикольно. Братик Дилан покажет, как нужно тусить на вечеринках. Йоу. О, Дилан, ты такой тусовщик, я с тобой. А на вечеринку, кстати, я приеду на папиной ламбе и всех вас прокачу. Черт возьми, Дилан, да, я сделаю это, я выйду за тебя замуж. Я не против, Поночка, но только не сегодня. Че, блин? Так, лузеры, вы вообще не идете на мою вечеринку, потому что я вас не приглашала. Правильное решение, подружка. Это почему? Мы вообще-то тоже любим тусить. Да, мы тоже люди. Достали эти лузеры в вечеринку суются везде. Облом лузеры. Я знаю, почему вас не приглашают. И почему же умник? Да потому что вы стрёмные. Сами стрёмные. Придурки. И вообще, лузеры, после вашей тусни одни проблемы. Посуда перебита, драки, пустые банки Кока-Колы по всему дому. Можно подумать, мы отнимем Кока-Колу. Да, весь кампус пьёт Кока-Колу. Вон, Халк в прошлый раз целую упаковку выжрал и ни с кем не поделился. Жмот! Так, лузеры, девочки сказали, что вы не пойдёте на вечеринку. Значит, вы не пойдёте на вечеринку. Чё непонятного, а? Так, что у вас здесь происходит? Почему вы устроили собрание и не позвали нас? Вы что, забыли? Мы тоже учимся в кампусе, если что. Ты не сиськи. Я устраиваю у себя дома вечеринку и приглашаю весь кампус. Вау, круто! Девочки, вы это слышали? Мы пойдём на вечеринку. Есть! Кроме вас, потому что вы не приглашены. Эй, какого чёрта? Это моя вечеринка. Кого хочу, того и приглашаю. Ха-ха-ха. Да. Да и пофиг. Нам не нужна ваша скучная и тупая вечеринка. Мы сделаем свою и никого из вас туда не пригласим. И вы будете все в обломе. Да. Да, кстати, предупреждаю, хоть на вечеринку, только парами. Так, если что, за порядком на вечеринке следим мы. И только попробуйте испортить вечеринку. Да, а кому нужны уроки по танцам, обращайтесь. Заткнись. Ну и пусть подавится манючий кока-кола на своей стрёмной вечеринке. Боня, если честно, я очень хочу пойти туда. Я тоже. Я никогда в жизни не была на вечеринках. Это, наверное, будет очень круто. Что? Вы не пойдёте ни на такую вечеринку. Вы, может, забыли, что у нас скоро соревнования и нам нужно готовиться, а не попами вилять на тусовках. Да, только все пойдут туда, а мы как логушки будем ракетками махать. А нас всё равно туда не пустят эти крысы Эш и Лаура. Так и треснуло бы им. Да, они нас явно ненавидят. Я знаю, как мы можем туда попасть. И как же? Мы что, через окно полезем? Да нет, не надо лезть ни в какое окно. А что тогда? Мы подмажемся к парням Бенцу, Денцу и Даку. Притворимся их девушками. Энж всё равно сказала, что на вечеринку могут пойти только пары. Точно, это очень классная идея. Пойдёмте найдём этих балбесок. Лаура, сегодня мы должны сбежать с уроков и пойти купить нам новые красивые платья. Сбежать? Но у нас же потом будут проблемы. Ты что, хочешь прийти на вечеринку как лузер? Нет, не хочу. Тогда сегодня идём на шопинг. А как же математика? Да пофиг на математику, потом разберёмся. Ну ладно. Энж, а ты не против, если я прийду на вечеринку с Халком? Да мне всё равно. Халк мой бывший и я не испытываю к нему никаких чувств. Ура! Пойди приглашу его. Ну как тебе, Стэн? Милан, ты в этом пойдёшь на вечеринку? Ага. Ну как, тебе нравится? Вау, костюмчик такой красивый, он тебе так идёт. Ага. А ты что, не пойдёшь? Нет, ты же слышала, кот на вечеринку только парни. А у меня нет парня. А что, если ты пригласишь на вечеринку бабла? Бабла? Фу, он же толстый, к тому же ещё и лузер. Зато это шанс, с ним ты попадёшь на вечеринку, а тусить будешь со мной. Ааа, прикольная идея. Хм, этого бабла нужно ещё уговорить. Есть идея, у тебя есть жвачки? Ага, сейчас, где-то были. Вон, держи. Отлично, пойдём найдём этого бабла. О, ещё пять минуточек и пойду посплю. Мэнди, а ты, кстати, пойдёшь на вечеринку? Конечно, пойду. Вообще-то, я администратор кампуса. Эш меня пригласила самую первую. Ха, я тоже пойду. Я же охранник. Буду следить за порядком на вечеринке. Ну, чтоб драк там не было и всё такое. Ну, ты понимаешь. Не хочу тебя расстраивать, Чак, но ты никуда не пойдёшь. Почему, Мэнди? Ну, вот сам подумай. Если ты пойдёшь, то кто будет охранять кампус и тетрадки? Мэнди, я пойду. Нет. Да. Нет, я сказала. Пойду. Я сказала нет. Да, 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 да. Кэти, я на тебя сейчас очень сильно взял. Макс, ты чё, офигел? Да, потому что из-за тебя мы опоздали на самолёт. Я забыла выключить чайник, я забыла косметичку, я забыла выключить утюг. Да? А если бы я реально забыла выключить утюг, тогда бы в твоей квартире случился пожар. Из-за твоей нагрудки мы лишились путёвки в Майами. всё, Кэти, я на тебя обиделся, не хочу видеть тебя целый день. Ну и ладно, я тоже тебя не хочу видеть, тупой жираф и дурак. Офигеть. Бэнс, не делай. Бэнс, не делай, я тебе сказал, достану же. Ладно, ладно, не ной. Ну чё, пацаны, готовы к Тусе? Я всегда готов к Тусе. Слышь, бейсболист, а ты чё, с битой пойдёшь? Конечно, я с своей битой никогда не расстаюсь. Ты чё, с ней даже в туалет ходишь? Ну да, а чё? Да даже в туалет она мне не мешает. Скажу вам по секрету, я даже с ней сплю в обнику. Странный ты какой-то, бейсболист. Бейсболист спит с битой. Ну да, а чё, я люблю свою обиду. Осторожно! Привет, мальчики! Теннисистки, вы чё, раздевалки перепутали? Это вообще-то мужская. Да, если вы забыли, где находится ваша раздевалка, то я могу вам показать. Эээ, ничего мы не перепутали. Ага, мы вас искали. Нас? Ну да, вас, вы же самые крутые пацаны в кампусе. Да, мы самые крутые. А мы тут решили, что вы нам нравитесь, и мы бы хотели пригласить вас на вечеринку Энши Лауры. Надеюсь, из вас ещё никто не занят? Нет, у нас до сих пор нет девчонок. А, если что, я согласен идти на вечеринку. Я тоже согласен. Я согласен. Ну всё, тогда договорились. Заезжайте за нами после кампуса, адрес я вам пришлю. Ну всё, девчонки, пойдёмте. Да ладно, пацаны, где мы знаем? Пацаны! Чёрт, 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 сегодня не мой день. Баба, осторожнее. Не толкайся. Короче, мы по-любому должны попасть на эту вечеринку. Баба, вы нам же сказали, что мы лузеры, и нас на этой вечеринке никто не ждёт. И что, что мы лузеры? Мы тоже подростки, и также имеем право веселиться. Да, Баба прав. Баба. Да, Баба, реально прав. Мы тоже люди. Баба, а как ты собираешься идти на тусу, если у тебя нет пары? Да пофиг, один пойду. Вот нам с Понкой повезло. Мы пойдём вместе, как пара. Слышь, балбес, ты ничего не попутал? О, тогда я пойду с Мией. Мия, ты согласна пойти со мной? Гуфи, я не знаю, мне надо подумать. Всё, я подумала. Я согласна. Замётана? Замётана. Хе, Баба, кажется, ты в пролёте. Баба в пролёте. Баба в пролёте. Там лузеры, свалили отсюда. Кроме Баба. И послушивайте там. Бабу, ты такой мягенький, пухленький, крупненький. Чего, блин? Чё, чё, ты чё, облух тебе говорят, ты мягенький, пухленький и кругленький. Я сказала, не подслушивать. Короче, Бабу, ты мне нравишься. Вау, офигеть, я нравлюсь Тэф. На, Бабу, это тебе жвачки, я знаю, ты их любишь. Поняли, лучерок, но здесь бабочка. У меня появилась девчонка, я пойду с ней на дусовку. Стэф, ты пойдёшь ко мне? Ну, я не знаю, Бабу, мне надо подумать. Я подумала, я пойду с тобой на вечеринку. Ну что, Баблик, тогда встретимся на вечеринке. Чао, чмоки-чмоки. Ага, чмоки-чмоки. Фу, блин, меня сейчас реально страшнит. Бабу, красава, теперь ты с нами пойдёшь в вечеринку. Бабу, ты молодец. Привет, Халк. Привет, девчонки. Халк, а ты уже пригласил кого-то на вечеринку? Нет, я ещё думаю, кого пригласить. Я вот тоже думаю, пойти с тобой на тусу или с Бенсом. Что? С Бенсом? Там же балбес. Не надо с ним идти. Пойди лучше со мной. Ну ладно, тебя так тебя. Ты сильный, накачанный. Если ко мне будет кто-то приставать, ты сможешь меня защитить. А мы будем целоваться на вечеринке. Ну не знаю, может быть да, а может быть нет. Лаура, хватит кокетничать с Халком. Нам нужно выбрать новое платье и подготовиться к вечеринке. Пойдём. Чао, Халк. Чао, Лаура. Ну что, кампус, вы готовы? Да, мы готовы. Вы готовы к самой крутой вечеринке на свете? Да, мы готовы. Я король вечеринок. А я королева вечеринок. А я ещё ни разу не была на вечеринке. Чё, что у вас здесь происходит? Что, что, мы едем на тусу к Энж. Энж лучшая. Лола, ты чё, офигела? Закрой рот. Энж лучшая. Лола, ты что, забыла? Лучшие здесь только мы, а не какая-то Энж. Да ладно, девочки, мы же идём к ней на тусу. Да, мы идём к ней на тусу, но это не значит, что она лучшая. У меня иногда складывается такое ощущение, что Лола предатель. Сама ты предатель, Крис. Привет, теннисистки. Привет, мальчики. Увидимся на тусовке. Ага, обязательно. Я сегодня буду на тусовке с Бонней целоваться. А я буду с Лола целоваться всю вечеринку. А я приглашу Крис на медленный танец и буду обнимать её за талию. Ну что, Кампус, я жду вас всех на своей вечеринке. Тихо. Тсс, замолчите. Мне мама звонит. Да, привет, мамочка. Вы уже уехали? О май гад, надеюсь, родители раньше же уехали. Как поездка отменилась? Вы же точно сказали, что уедете. Хорошо. мамочка. Пока. Целую. Эндж, только не говори, что вечеринка отменяется. Вечеринка отменяется. Мои родители никуда не уезжают. Вы что, уставились? Вы что, оглохли? Вечеринки не будет. Родители Эндж не уехали. Фу, вручка, пердушка. Сами вы, пердушки, ты не сиськи. Эндж, подожди. Ты, обломчик, не получится замутить с красивыми девчонками. Блин, а я так хотел напиться кола на вечеринке до потери сознания. Мия, Эндж была болка и выпендрежница. Возможно, родители никуда и не собирались летать. Ага. Мия, а я ходил на вечеринке пригласить тебя на медленный танец. Ну ты, лошара, Гуфи. Алло, пацаны, расходимся. Гэти, ты себе даже не представляешь, насколько сильно ты меня сейчас бесишь. А ты меня бесишь миллион раз больше. Мы за тебя опоздали на самолет и не улетели в Майами. И что дальше? Я тоже опоздала. Нытик. Ого, кажется, Макс и Гэти опять ругаются. Такими темпами они реально скоро расстанутся. Сейчас, вместо того, чтобы стоять в этом классе, я мог полежать на пляже в Майами-Бич и попивать свой, как ты. Я тоже могла выходить по пляжу в красивом купальнике и все вы смотрели на меня. Ага, Гэти в купальнике, наверное, очень красивая. То есть ты не хочешь признавать свою вину? Я ни в чем не виновата. Ну ладно, тогда мы расстаемся с тобой на целых три дня. Ах так? Тогда мы расстаемся на четыре дня. Хотя нет, мы расстаемся на семь дней. на семь дней и пофиг. Точно расстаются. Я что, предсказатель? Чак, предсказатель? Нормально, нормально. А еще теперь все подростки будут слушать только меня. Тебя? Да. Какого черта, Кэти? Все подростки будут слушаться только меня, потому что я здесь учитель. Ты не учитель, ты тупой жираф. Хе, тупой жираф. А ты, а ты, а ты злой и вредный гном, и подростков я тебе своих не отдам. Кстати, твоя новая прическа просто отстой. Кудрявая, Кэти. Ха, гном. Нормально, нормально у него. гном. Фиг тебе, подростки мои. Извините, что я вам здесь мешаю ругаться, но у меня есть для вас предложение. Какое, Чак? Давайте вы у подростков спросите, кто с кем хочет остаться. Ха, нормально, нормально я это придумал, нормально. Ой. А давай, все подростки все равно выберут меня. Че смотришь, Чак? Ты уволен? За что, Макс? А за то, что суешь свой нос, не свое дело. Макс, я нечаянно. Ха-ха, Чак, расслабься, это шутка. Я так просто шучу. Ха-ха. Нормальная шутка. О, спасибо, Гуфи, ты такой милый. Мия, знаешь, а ты мне нравишься. Ты мне тоже нравишься, Гуфи. Ты такой смешной. А еще мне нравятся твои эти, ну эти, брекеты. Ха-ха, правда? А я слышала, что мальчикам наоборот не нравятся девочки, которые с брекетами. Они думают, что мы плохо целуемся и боятся, что у них язык застрянет прямо в брекетах. А это что, не правда? Ха-ха, конечно нет, это все фигня. Хочешь, докажу? Ага, очень хочу, но боюсь, вдруг язык реально застрянет в брекетах. Ха-ха, Гуфи, дурачок. Опачки, а я что-то не понял. Гуфи, ты что, хотел поцеловать мою Мию? Или мне показалось? Показалось. Мия в глаз саренька попала, я хотел достать. А, ну ладно, а то мы подумали, что у нас с Банди уже новая пара появилась. Мия, а я знаю, что тебе нравится Гуфи. Неправда, Гуфи мой друг и не больше. Ха-ха, покраснела, покраснела, значит сильно влюблена. Неправда, Понка, здесь просто очень жарко. Да, очень жарко. Ладно, раз вечеринки не будет, а я к ней очень подготовился, то вот, угощайтесь. Бабл сегодня добрый. О, Бабл, нормальный пацан, совсем не жадный, хороший у меня друг. Бабл, я возьму две баночки Ковы, потому что я ее обожаю, хоть и говорила, что я ее не пью. Тебе можно, Баблочка, ты же моя девчонка. Бабл, не наглей, я не твоя девчонка. На, Мия, возьми мою баночку. О, Гуфи, спасибо, ты такой добрый. О, они точно влюбились. Мия, Гуфи, лавки-лавки, Мия, Гуфи, чмоки-чмоки. Ну, ребята, мать, это все встали. Это позор для меня, на весь кампус. Малышка Эндж, ну не переживай, ты же не виновата, что родители не уехали. Ну, теперь все будут думать, что я была волка, потому что обманула их с вечеринкой. Малышка Эндж, если хоть кто-то посмеет тебя назвать вружкой, я разберусь с ним. Спасибо, Халк, ты настоящий друг. Халк, так как я Элбэ Эндж, все и про меня будут думать, что я вружка. Ты меня тоже защитишь? Малышка Лу, можешь не переживать, я из-за тебя любого порву. Малышка Лу, это так мило, меня так еще никто не назвал. Халк, ты не представляешь, мне так плохо. Ладно, пойдемте, слышали звонок? Малышка Эндж, не плачь, медвежонок Халк всегда будет рядом с тобой. Медвежонок Халк? Что за фигня? Ну что, Дэнс, теннисистки там? Ага, там. А они там одни? Ага, одни. И кажется, сейчас будут переодеваться. О, дай мне тоже посмотреть. Слышь, бейсболист, мы сюда не подглядывать пришли, а с девчонками поговорить. Может, чуть подглянем, а потом поговорим. Если они нас спалят, то нам крышка. Пошли уже. Привет, девчонки. Мальчики, вы что, совсем обидели? Переодеваемся вообще-то. Во что, стучать не учили? Говори, Дэнс, сам говори, тебе же надо. Ты же хотел сюда прийти, вот ты и говори. Что ты на меня сваливаешь? Говори давай. Ну что, пацанчики, струсили? Сам ты пацанчик, и сам ты трус. Ну и толком вы будете стоять тут и пялиться на нас? Да, выходите уже, нам переодеться надо. Да, мы обещаем тренировку, опаздываем. Ладно, наверное, пойдем. Трус, сам ты трус. Ты сам начал взрекаться, когда увидел девчонок. Пока, девчонки, увидимся. Пошли уже. Пока, мальчики. Странные какие-то. Макс, давай говори. Пусть гном говорит. Ладно, Кэти, говори ты. Уступаем. Слово жирафу. Нет, маленькие вперед. А ты же у нас как раз маленький гном. Еще одно слово жираф, и я тебя втащу. Так, все, ладно, я начну. Подростки, Макс и Кэти поругались. и решили вас поделить. Поделить. Так, тихо, тихо, подростки, успокоились. Ха, они тебя даже и не слушают. Смотри и учись, как нужно успокаивать подростков. Тихо. Короче, с сегодняшнего дня вы все слушаетесь меня. Макс теперь никто. Ха, нормально, нормально. Макс теперь никто. Ненормально. Ого, ничего себе заяло. Кажется, на этот раз все серьезно. Чего? Не буду я слушаться вас, я буду слушаться только учителя Макса. О, Бабл красава, мой ученик. Вот и отлично, Бабл. Ты мне как раз и не нужен был. Макс, нужно объявить голосование. Так, кто за то, чтобы я был главным в кампусе? Да, кто за то, чтобы Макс был главным в кампусе? Макс, если что, я за тебя. Девочки, идем к учителю Максу. Мы не любим злых преподавателей. Добрый, милый и красивый учитель Макс. Спасибо, девочки. я вас не сомневался. Мы пойдем к тренеру Кэти. Да, я без йоги и дня не проживу. Да и математику я как-то не очень люблю. Девочки, вы у меня самые-самые. А мы пойдем к учителю Максу. А я пойду к тренеру Кэти. я за танцы и за спорт. Ну и вали, предатель. Расслабьтесь, пацанчики, это ненадолго. Я вернусь к вам. Вон, смотри, дело. Дак придал своих и ушел к девчонкам. Ладно, я в команду к Максу. Смотри, не ошибись с выбором. Привет, девчонки. Привет, бейсболист. Молодцы, ребята. Правильный выбор. Нас намного больше, чем вас. Понка, Мия, вы знаете, что делать. Блин, Мия, я не знаю, кому идти. Я люблю и математику, и йогу. О, Поночка, а давай разделимся. Я пойду к Максу, а ты к Кэти. Ага, я выбираю Кэти. Ага, а я выбираю учителя Макса. Мне как раз нужно потянуть оценки по математике. Ну что, Гуфи, пойдем в команду к Кэти. Почему дело? Потому что там менш, она мне нравится. Ну ладно, пойдем. Ладно, потом с вами разберусь, бабники. Предатели, блин. Макс, остался только Халк. Кому он пойдет, тот и победил. Ну что, Халк, к кому пойдешь? Ко мне или к тренеру Кэти? Блин, а что мне делать? Я только недавно начал ходить на йогу. Халк, если выберешь меня, то ты и дальше сможешь ходить на йогу. Халк, не вздумай совершать ошибку. Тебе еще контроль не сдавать? А как же малышка Лу и малышка Эндж? Я должен их защищать. Халк, ты лучший. Ну, вредный гном, ты сама этого захотела. Ты об этом пожалеешь. Тупой жираф. Вот это я понимаю в баттлах. Хорошо, что Макс расстался с Кэйти. Да, она ему совершенно не подходит. Да, прическа у нее такая стрёмная. Гуфи, ты не знаешь, зачем Максу скотч? Наверное, будут что-то клеить. Да ладно. Лаура, мне так нравятся разборки Макса и Кэти. А мне не нравится то, что мы разделились на команды, ведь Кампус это одна большая семья. Лаура, ты такая зануда. Ну все, понеслась. Вот так-то. Ну и зачем ты налепил скотч на пол? Ты че, ку-ку? А за тем, что я разделил класс, и половина, которая против меня, будет сидеть здесь, и математики вас будет учить Кэти? Напугал. Я как раз тоже собиралась так сделать. Ребята, садитесь на свою половину. Че уставился, баба? А вы садитесь на свою половинку. Ну че, по местам, ребят? Слышь, кудря, это мое место. Теперь мое. Слышь, музик, если я увижу хотя бы одну жвачку под своей партой, тебе хана. Все, тебе точно хана. Так, ребята, кто знает, сколько будет 9, он нажит на 9. А я не вас спрашивал, вы не моя половинка, вы ее половинка. Так, Боня, иди к доске. Блин, почему сразу Боня? Почему не Крис, не Лола? Так, к доске пойдет, к доске пойдет. Энж, так и знала, что меня вызовет. Это мой мел? Нет, я первая его взяла, это мой мел. Учитель Макс, она не отдает мне, мой мел. Я домой мел. Так, все, мне это надоело. Так, половинку тебе и половинку тебе. Ха, умник. Отойдет, моя половина доски. Вообще-то, это моя половина. Отойдет, я сказала. Ты че, слепая? Не видишь, тут я пишу. Сама ты, курица слепая, я первая здесь писать начала. Подвинься, жирная. А за жирную ответишь, после уроков. Ой-ой-ой, напугала, аж коленки затряслись. Подвинься, подвинься, сама подвинься. Ух, щит, сейчас девчонки поругаются. Боня, врежь ей. Эндж, сделай этой белой бросик кия. Так, стоп, мне надоело слушать ваши визги. Разошлись. Катя, не наглей, нужно делить плавно. Вот так. Подвинься, дай пойти. Девочка, все получит. Все за улочкой. Сама подвинься. Молодой бог. Пока-пока, ребята. Увидимся на йоге. Знаешь что, Катя? Что, Макс? Я решил, что и квартиру мы тоже поделим пополам, как и наша с тобой, кровать. Что? Кровать? Знаешь что, а мне вообще пофиг. Я буду спать в другой комнате. Ну вот и спи, и не возвращайся. Мне одному даже удобнее будет спать. Вот так развалишь звездочкой и буду храпеть. Хрррр. Хррр. 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 Дурак! 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 Короче, ребята, скоро к нам придут Бабла и Мия. Давайте договоримся, что не будем их пускать к нам в команду. Как не будем? Они же наши друзья. Да, они наши францы. Да, только ваши френдсы кинули нас и пошли в другую команду. Френдс. Да, дело право. Пока Макс и Кэти не помирятся, они нам больше не друзья. О, вон они идут. Прикольная история, да, Мия? Ага, Бабл, это было очень смешно. Ну что, друзья, подвиньтесь. Бабл, тут такое дело. Понка, не бойся их, говори как есть. А я и не боюсь. Мы решили, что больше не будем с вами дружить. А? Как не будете дружить? А вот так. Вы не из нашей команды. И да, Мия, ты мне больше не нравишься, потому что ты предатель. Да, сами вы предатели. Мия, я так и знала, что он не рано или поздно сольился. Мы не сливаемся, а просто остерегаемся вас. Может, вы шпионы учителя Макса? Что за бред? Мы шпионы. Мы обычные Мия и Бабл. Мия, не оправдывайте перед этими предателями. Они этого не стоят. Обойдите. Мы хотим сесть на общий диван. А диван теперь не общий. Та половинка ваша, а эта наша. Да, и не вздумайтесь сесть на нашу половинку. Ну что, Мия, давай садим на наш общий диван. Садись, Мия, места больше нет. Мия, тебе удобно? Не очень. Ясно, здесь никого нет. Лаура, сейчас сюда в любой момент могут зайти тыни-сиськи. И нам нужно поделить территорию так, чтобы они не отхватили себе больше места. Окей, подруга. Хорошая работа, подружка. Лаура, ты стоишь на чужой стороне, а не на своей. А, ой. Что это, черт возьми, значит? А это значит, что вы опоздали, и мы сами поделили раздевалку. Вот это все наше, а вот это ваше. Боня, мне кажется, или их половина больше, чем наша? Конечно, больше. И слепой увидит. Угу. Так, вы неправильно поделили раздевалку? Нет, все правильно. Ну да, совсем забыли. Вы же жирные коровы, вот вам и больше места надо. Коровы. Что? Вы просто завидуете нашим красивым и идеальным фигурам. Энж, я думаю, нам пора идти. Мы сделали все, что нужно было сделать. Ага, валите, валите. Не советую вам заступать за эту линию, иначе у вас будут большие проблемы. блин, мы обознали. Я готова их урыть. Не заступайте за линию, не заступайте за линию. Так круто, что мы с вами в одной команде. Нам не придется разлучаться. Ага, я тоже очень рада. Чпуньк. Лола, а ты рада? А, ты мне собираешься коктейль покупать? Блин, Лола, я деньги дома забыл. Сорян. Давай ты сегодня меня угостишь, а завтра я. Хорошо? Блин, а мой пацанчик ушел в другую команду. Потому что твой пацанчик, да, предатель. Он не предатель, он просто любит танцевать. Все, Мия, теперь кафешка наша. Круто. Правда, теперь наши бывшие друзья останутся голодными. Это что за фигня? Ребята, зачем вы обклеили все скотчем? Все, Кудрявый, забудь про кафешку. Теперь она наша. Ага, мы ее забрали себе. В смысле, ваша? Мы тоже люди и тоже хотим есть. Да, это беспредел. Ребят, ну вы что, мы же друзья. Да, друзья. И вообще, там девчонка моя, пустите меня к ней. О, смотри, Донисиска, там твой пацанчик. Нет, Поночка, мы больше не друзья. Вы сами так сказали. Фрэнсов. Вы что, поверили? Мы же пошутили, дурачки. Да, это была шутка. Да, да, шутка. А мы не шутим. Смотрите, сейчас лузеры подерутся из-за места в кафешке. Прикольно, пусть подерутся, а мы посмотрим. Лола, может поцелуемся? Нет, ты мне коктейль не купил. На, целуйся своим мечом. Ладно, девочки, пойдемте отсюда, у нас тренировка скоро начнется. Блин, что за фигня? Теперь придется нагибаться. Мальчики, закройте глаза. Мне сказали, что ты предатель. Лузер. Пацанчик. Че уставились? Кафешка закрыта. Ну че, ребят, сейчас я покажу вам, как учитель Макс играет в самый лучший в мире спор. В теннис. Да, не то что йога. Смотрите, и учились. Фирменная подача. Ай, что это было? Эй, придуры, это тем мяч в голову прилетел. Ага, теннисный. Сам придурок, пацанчик. Учитель Макс, вы слишком слабо бьете. Нужно сильнее. Вот так. О, Пунка упала. Пунка, вставай давай. Ты че развалилась? Лови дзен. Ага, дзен. А можно как-то поаккуратнее играть в свой теннис? Мы здесь вообще-то ловим дзен. Видите линию? Это наш чай-зал. Как хотим, так и играем тут. Пэтс Дэнс, отойдите. Сейчас будет супер подача. Макс. Ну все, это была последняя капля моего терпения. Сейчас я наваляю этому жирафу. Лупочки, разборочки. Ребята, за мной. Макс, ты че совсем ослеп? Не видишь, куда мяч подаешь? Представь себе, Кэти, не вижу, ослеп. Тогда на, получай. Ах так, Кэти, а теперь ты получай. Ребята, они помирились, значит и мы должны помириться. Нам больше нечего делить. Обнимашки! Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и ждите наши новые серии. И всем пока! Поехали! Ты где? Какое дело?